стой собрать ребенка в школу можно дешево с магнит доставкой магнит доставка готовимся к школе по выгодным ценам всем привет мои хорошие рада приветствовать вас всех на моем канале огромное спасибо что заглянули так как у меня болит рука поэтому я постоянно снимаю для вас мукбанки у нас сегодня борщ огромная просто порция лошадиная доза как мы с вами любим здесь мой любимый тирамису ребят вы уже должны мне доплачивать за такой пиар действительно очень мне нравится невероятно нежная текстура я вообще тирамису не везде люблю но именно у них просто вау просто пушка здесь у нас банан с борщем я всегда кушаю корнишоны маленькие огурчики и обязательно колбаска и черный хлеб специально купила приятного вам аппетита если вы тоже кушаете такой наваристый бульон получился готовила я сама я все добавляю очень много воды я люблю когда бульона много прям старалась делала макияж мне так нравится как получилось вообще не надо бояться экспериментировать я вообще очень люблю делать мейк но всегда у меня получается как-то не особо поэтому это убивает во мне мотивацию пробовать дальше разные макияжи не обращайте внимательно мою руку она еще раз пострадала вам видно лет она просто вся в царапинах вчера брат со своей семьей приходил на ужин в общем я знала что они уже в лифте тоже брат написал что я уже в лифте и в этот момент я решила взять на руки твикса и встретить их около лифта оказывается это была дурацкая идея на самом деле потому что как только открылся лифт твикс как дернулся я просто не знала что сын может дергаться с такой силы просто расцарапал мне обе руки оказывается твикс очень сильно боится лифта внутри на этот порез прям сильные прям болит на пустом месте просто так пострадала тут реально нужен половник здесь еще мясо уже достаточно наваристая и позавчера ставила опросник у себя в инстаграме я заскринила что потом каждый раз не ставить опросник постоянно брать вопросы оттуда на что я обратила внимание очень много однотипных сообщений касательно моей прошлой подруги которой я реально очень хорошо отношусь я с теплотой смотрю наши как бы совместные ролики смотрю ее ролики то есть если вы думаете что мне есть к ней какой-то негатив абсолютно нет вот вообще нет я очень рада что она создала семью что у нее все хорошо нету ни капли ни зависти ни желчи наоборот я не помню плохое я помню только хорошее что нас связывало я искренне люблю этого человека я знаю что мы уже никогда не будем общаться но я ее просто обожаю честно она действительно очень хороший человек и то что так сложились обстоятельства но бывает но это не делает ее плохим человеком ни в случаям не просто только теплые воспоминания когда я вижу двух подружек наших здесь местных первую кто мне приходит в голову это она еще вопросниках постоянно очень много вопросов касательно моей личной жизни что да как почем если у меня молодой человек все гадают думают вот некоторые думают что если бы у айки был бы парень она бы сто процентов выкладывала истории из его машины там не знаю там в ресторанах тут там где-то его светила нам скажу так вы слишком плохо меня знаете я могу абсолютно ничего не постить однажды мой брат увидел меня в городе и говорит вроде по инстаграму ты дома и горели что все постить должна обязательно я обязана но сейчас действительно моей жизни нету никого я абсолютно одна если чувствую безумно комфортно я искренне верю в то что мой человек обязательно сам меня найдет мы не считаю что вторую половинку прям надо искать на сайт ознакомствуют там вы конечно можете с кем-то познакомиться я предпочитаю как бы довериться вселенной и и просто сидеть ждать еще наверняка в комментариях все напишут это постоянно дома такого ты встретишь но вы знаете никуда не тороплюсь когда встречу тогда и встречу так что на главный вопрос я пожалуй ответила парня у меня нет и по большей степени это моя вина потому что я очень капризная вот честно достойных людей вокруг меня очень много просто я не достойно просто эти разные люди есть люди влюбчивые есть люди наоборот которым очень сложно в кого-то влюбиться вот я скорее не влюбчивая и это дело не в возрасте лет в 16 я была такая же у всех там были отношения любовь морковь мне никто не нравился да я особо не могу сказать что прям везде ко мне подходят знакомиться в инстаграме мне пишут парни такого нет меня в основном женская аудитория это 95 процентов девочки и 5 процентов парня но даже среди пяти этих процентов где у нас был случай я ехал на машине я вот ненавижу такие выходки когда парень пытается показать свои свое мастерство вождением пытается тебя прижать обугоняет тебя я еле еле вожу слава богу не было еще ни одного дтп то есть я очень аккуратно вожу медленно и меня раздражают люди вокруг которые пытаются показать на дороге свое превосходство либо просто едут как идиоты то есть не забывайте что в этом во всем участвуете не только вы и рискуете не только вы своей жизнью но и другие люди особенно автобусы мне кажется автобусам вообще плевать в общем сейчас не об этом суть в том что когда мне было 17-18 лет у всех там была первая любовь отношения троллевали у меня этого не было я как бы во первых поздно бы взрослела во вторых долгое время мне вообще никто не нравился что касается моих одноклассников там вообще сложно было что-то выбирать они были как дети реально они выглядели на года на два-три младше чем они есть на самом деле в универе тоже поэтому вот я бы на дороге познакомилась с парнем если бы он круто подмигнул потом остановил машину вышел бы из машины подошел бы к моей и очень культурно бы сказал там не знаю девушку можно с вами познакомиться а когда парень в пробке вот так вот вытащил руку я тебя знаю ты айка эмили привет вот такие вещи как бы не знаю отталкивают какая-то чушковатость вот честно многие думают наверное иметь большую аудиторию это круто мне еще хорошо у меня в азербайджане такая большая аудитория то есть у меня очень много зрителей с россии очень много с казахстана мне казахстан очень любит кстати то есть я представляю если вся моя аудитория была бы из азербайджана это было бы очень удобно действительно и вот вам возможно кажется это круто но поверьте мне крутого здесь мало лучше заниматься ютубом но быть где-то за кадром например у нас в азербайджане есть канал они кстати тоже лескины называется кентеяты и это вообще они такие молодцы они такой контент просто снимают и молодой человек он находится за кадром снимает все организовывает но находится за кадром и вот я считаю вот это круто то есть тебя не знают ни в лицо ничего даже мне в какой-то степени моя медийность она как бы приносит какие-то неловкие моменты проблемы я просто иногда думаю а что делают звезды там не знаю бузова бородина прикиньте везде ее узнают просто на каждом шагу и вы думаете это приятно я не думаю однажды я очень сильно торопилась я была на торговую у меня подруга сидела в сыроварне я никак не могла найти эту сыроварню я изначально еще опоздала потому что я тогда только-только начала водить я не знала сколько времени у меня займет дорога я думала что я минут за 10 доеду до города а оказалось нет ничего подобного в общем она достаточно долго меня ждала я прям спешила прям вся в поту бегу и тут стоит три девочки я думаю они стопудово знают где находится сыроварня потому что по внешнему виду вот эти три девушки были такие гламурные чекули такие знаете копченые короче конкретно мой типаж и говорю на Азербайджанском вы не знаете где здесь сыроварня и одна из тех девочек поворачивается я тебя говорит знаю ты Айка я тебя смотрю привет туда-сюда я говорю я очень тороплюсь покажи мне где светится сыроварня вы сейчас опять напишите что я ненавижу мужиков но вот я встречала своих подписчиков девочек и встречала своих подписчиков мужчин как правило девушки намного сдержаннее не знаю культурнее как-то правильно выявляют свои эмоции что ли я вышел такой наполовину из машины ты Айка Эмили какой ты молодец ты меня узнал давайте не будем совсем наедаться и попробуем наш тирамису но как попробуем я его миллион раз пробовала очень нежная нежная раньше я как это снимала я например ставила перед собой 20 ломтиков киндер молочный ломтик и вот кушала а сейчас я понимаю что мукбанги они намного аппетитнее и вкуснее когда разная еда например десерт основное блюдо хлеб то есть раньше я как-то странно снимала на мой взгляд вы меня конечно извините но я сделаю вот так ложка это просто очень будет долго уберем в сторону было реально очень вкусно а если у вас есть вопросы которые вы бы хотели мне задать но у вас например нет инстаграма то обязательно пишите ваши вопросы внизу на этом все всех люблю с вами была Айка пока